Уравнение и его корни. Рассмотрим старинную задачу. Летела стая гусей, а навстречу им летит гусь. Здравствуйте, сто гусей, говорит гусь. Нас не сто, отвечает ему гуси. Если бы нас было столько, сколько теперь, да еще столько, да пол столько, да четверть столько, да еще и ты гусь, то тогда нас было бы сто. Сколько гусей в стае? Обозначим буквой х число гусей в стае. Тогда получаем, что если бы гусей было столько, то есть х, да еще столько, то есть еще х, да пол столько, то есть одна вторая х, половина х, да четверть столько, то есть одна четвертая х, и плюс еще один гусь, то было бы сто. Чтобы найти неизвестное число гусей, мы составили равенство, содержащее переменную. Такие равенства называют уравнениями с одной переменной или уравнениями с одним неизвестным. В нашем случае это переменная х или неизвестная х. Впервые уравнения в явном виде появились в труде арифметика, древнегреческого математика Диофанта. Нам надо найти значение х, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство. Такое число называют корнем уравнения, то есть нужно найти такое число, которое можно подставить вот сюда вместо всех этих значений х и получить верное числовое равенство, то есть в левой части получить 100. И тогда 100 будет равняться 100. Определение. Корнем уравнения, то есть решением уравнения, называется значение переменной, при котором уравнение обращается в верное равенство. Решить уравнение – это значит найти множество его корней, то есть корней уравнения может быть несколько, а может и не быть вовсе. Иначе говоря, решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что их нет. Множество корней уравнения может состоять из одного, двух, трех и так далее элементов. Оно может быть пустым множеством или бесконечным множеством. То есть корней в уравнении может не быть вовсе. Может быть один корень, два, три и так далее. Или же бесконечно много корней. Приведем примеры. Уравнение х плюс один равно шести. Имеет один корень, число пять. Потому что если вместо х близтое число пять, то только в этом случае левая и правая части этого равенства будут равны. То есть пять плюс один будет равняться шести. Уравнение х минус один умноженное на х минус пять умноженное на х минус восемь равняется нулю имеет три корня. Один, пять и восемь. Почему? Потому что каждое из этих значений, х, обращает произведение х минус один умножить на х минус пять умножить на х минус восемь в ноль. А при любых других значений х ни один из множителей не равен нулю, а значит не равно нулю их произведения. Еще раз. Корнями данного уравнения являются числа один, пять и восемь. Потому что если мы вместо х поставим число один, то есть один минус один это ноль, один минус пять это минус четыре, один минус восемь это минус семь и ноль умноженное на минус четыре на минус семь это ноль. А нам необходимо в левой части получить ноль, потому что правая часть равняется нулю. Для того, чтобы левая и правая часть были равны. Поэтому левая часть, вот мы показали, что будет равна нулю, если х равен единице. Также левая часть будет равняться нулю, если х будет равен пяти, то есть вторая скобка в этом случае будет ноль. Но если х равен восьми, в этом случае третья скобка будет равна нулю. Еще один пример. Уравнение х равняется х плюс 4 не имеет корней, так как значение его левой части меньше значения правой части при любом значении х. То есть какое бы число мы не подставили вместо х, у нас всегда левая часть будет меньше, чем правая, и никогда они не будут равны. Уравнение 3 умножить на х плюс 5 равняется 3х плюс 15 имеет бесконечно много корней, так как в силу распределительного свойства умножения значение его левой части равно значению правой части при любом значении х. То есть если мы раскроем скобки в левой части, то получим 3х плюс 15, а в правой у нас также стоит 3х плюс 15. Поэтому каким бы ни было значение х, левая и правая части всегда равны. А значит уравнение имеет бесконечно много корней. В уравнении 17 минус 3х равняется 2х минус 2, обе его части имеют смысл при любом значении х. А в уравнении 15 минус х деленное на х минус 2 равняется х плюс 9, обе его части имеют смысл только тогда, когда х не равно 2, потому что на 0 делить нельзя. А если х будет равен 2, то в знаменателе вот этой дроби получится 0. Говорят, что областью определения первого уравнения вот этого, или областью допустимых значений переменной в первом уравнении является множество всех чисел. То есть проще говоря, вместо х мы имеем право подставлять любые числа. А вот областью определения второго уравнения множество всех чисел, кроме двойки. То есть мы вместо х имеем право подставлять любые числа, кроме числа 2. Таким образом, областью определения уравнения, либо областью допустимых значений переменной в уравнении, называется множество значений переменной, при которых обе части уравнения имеют смысл. Введем теперь понятие равносильности уравнений. Уравнение х квадрат равняется 36 и х плюс 6 умножить на х минус 6 равняется 0 имеют одни и те же корни, минус 6 и 6. Такие уравнения называют равносильными. Еще раз. Первое уравнение х квадрат равняется 36 и имеет корни минус 6 и 6, потому что минус 6 в квадрате это 36 и 6 в квадрате это 36. И никакие другие числа не являются корнями уравнения, потому что любое другое число, кроме 6 и минус 6 в квадрате, не будет равняться 36. И второе уравнение. Произведение двух множителей равно 0. Это возможно только в том случае, когда хотя бы один из множителей равен 0. Первый множитель х плюс 6, он равен 0, когда х равно минус 6, тогда минус 6 плюс 6 это 0. Ну а второй множитель равен 0, когда х равно 6, тогда 6 минус 6 это 0. Таким образом, данные два уравнения имеют одинаковые корни минус 6 и 6. Так вот такие уравнения называют равносильными. Итак, уравнения называются равносильными, если множество их корней совпадают. Иначе говоря, уравнения равносильны, если они имеют одни и те же корни или не имеют корней. В процессе решения уравнений стремятся данное уравнение заменить более простым уравнением, равносильным ему. При этом используются следующие свойства. Из данного уравнения получается равносильное ему уравнение, если перенести слагаемое из одной части уравнения в другую, изменив его знак. Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число. Если в какой-либо части или в обеих частях уравнения выполнить тождественные преобразования, не меняющие области определения уравнения. Первые два свойства можно доказать, используя свойства верных числовых равенств. Если к обеим частям первого равенства прибавить одно и то же число, то получится верное равенство. Если обе части верного равенства умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится верное равенство. Мы об этом говорили, когда разбирали тему числовых равенств. Третье же свойство вытекает из того, что в результате тождественного преобразования получается выражение, значение которого совпадает со значением исходного выражения при любых допустимых значениях переменной. Заметим, что требование сохранения области определения уравнения является существенным. Например, если вот в таком уравнении заменить нулем вот эту разность, то получится уравнение х плюс 2 равняется 2х. Казалось бы, ведь 1 деленное на х минус 2 минус 1 делить на х минус 2 это 0. И тогда вот это уравнение принимает вот такой вид. Но получившееся уравнение, оно не равносильно исходному уравнению. То есть есть вероятность, что корни вот этого уравнения не совпадут с корнями этого уравнения. А такого мы допустить не должны. И в данном случае на самом деле число 2 является корнем второго уравнения. Потому что если х равно 2, то получим 2 плюс 2, 4. 2 умножить на 2, 4 в правой части. То есть число 2 является корнем второго уравнения. Но число 2 не является корнем первого уравнения. Так как если х будет равно 2, то в знаменателе данных дробей получится 0. А на 0 делить нельзя. То есть левая часть вот этого уравнения при х, равном 2, не имеет смысла. Таким образом, когда мы производим какие-то преобразования над уравнением, мы должны производить их таким образом, чтобы область определения не изменялась. У нас областью определения первого уравнения были все числа, кроме двойки. Потому что при двойке знаменатель получался 0. А в получившемся уравнении у нас область определения была все числа. То есть область определения изменилась. Вот такие преобразования мы допускать не должны. Ну а теперь вернемся к задаче, рассмотренной в начале нашего урока. Решим составленное по условию задачи уравнение. Итак, перенесем слагаемое 1 в правую часть, изменив его знак на противоположный. И приведем подобные слагаемые. х плюс х плюс 1 вторая х плюс 1 четвертая х это 2,3 четвертых х. Ну 100 минус 1 это 99. Теперь для того, чтобы найти х, мы разделим обе части уравнения на 2,3 четвертых. Получим в левой части просто х, потому что 2,3 четвертых сократится. Ну а в правой части 99 делить на 2,3 четвертых это то же самое, что и 99 делить на 11 четвертых. А это то же самое, что и 99 умножить на 4 одиннадцатых. 99 и 11 сокращаются, остается 9 и 1. Ну и 9 умножить на 4 это 36, поэтому х равен 36. Заменяя последовательно одно уравнение другим, ему равносильным. Мы нашли, что число 36 является корнем уравнения, составленного по условию задачи. Теперь мы можем ответить на вопрос задачи. В стае было 36 гусей.